Уважаемые читатели, в 2020 году исполняется 25 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. В продолжении цикла выставок «Под Шанараком дружбы», приуроченных к этой знаменательной дате, предлагаем вашему вниманию видеообзор книжной выставки, представляющей армянскую литературу. Ассамблея народа Казахстана – это уникальный общественный институт, главной миссией которого на протяжении вот уже четверти века является сохранение общественного согласия и общенационального единства в стране. Созданная по инициативе лидера нации Нурсултана Назарбаева, данная организация сыграла большую роль в поддержке культурных традиций и языка многих этносов. Во прошествии 25 лет Ассамблея народа Казахстана стала одним из главных элементов политической системы, скрепившей интересы всех народов, обеспечивающей соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности. Такую оценку выразил Артуш Карапетян, председатель Ассоциации армянских культурных центров Республики Казахстан. Исторически армянская диаспора образовалась в результате национальных и религиозных преследований, массовых гонений и насильственного переселения из Армении. Эта вынужденная миграция была вызвана многочисленными войнами, которые пришлось пережить народу и в глубокой древности. Определенную роль в данном процессе сыграли также социально-экономические и культурные факторы. На территории Казахстана первые переселенцы армяне появились в начале XIX века. В советские годы переселение армян в Казахстан происходило поэтапно. Первый этап связан с централизованным направлением специалистов на важнейшие строки первых пятилеток. Второй – с насильственным переселением армян из Армении, Грузии, Азербайджана и других регионов бывшего СССР в военные и предвоенные годы. В 1937 году в Казахстан были депортированы 1120 армянских семей. Первое общественное объединение армян появилось в Алматы в 1991 году. В настоящее время в Республике Казахстан проживает более 30 тысяч представителей армянского этноса. Армянская диаспора в Казахстане представляет собой самобытную часть населения, сохранившую свой язык, обычаи и обряды, свою национальную культуру. В представленных книгах можно более подробно ознакомиться с историей армянского народа как создателя и хранителя многогранной культурной традиции. Энциклопедический справочник «Народы Казахстана» стал продолжением начатой темы о судьбах народов, в разное время оказавшихся на территории Республики. Цель данного проекта – дать по возможности полное представление о многонациональном государстве и различных народах, проживающих сегодня в стране. Впервые в одной книге собраны сведения о 125 этносах Казахстана, причем по принципу их равнозначности. Книга предназначена для специалистов, студентов, преподавателей и широкого круга читателей «Мы – народ Казахстана». Эта книга известного политолога, публициста, поэта, члена Совета Ассамблеи народа Казахстана Олега Григорьевича Дымова посвящена актуальным проблемам национальной политики, результативно проводимой в нашей стране. Его работа является также своеобразным знакомством с состоянием современного политического общества Казахстана, а также историко-этнографическим обзором о ряде диаспор Республики. Книга будет особенно полезна историкам, политологам, социологам, студентам, всем, кому интересна проблематика современных межнациональных отношений. В сборнике «Из истории депортации Казахстан 1935-1939 годы» публикуются документы о насильственном переселении в Казахстан финнов, поляков, немцев, курдов, армян, корейцев, иранцев, именуемом в научной литературе социально-этническими и этническими депортациями. Читатель узнает о том, как шла подготовка к приему спецпереселенцев, их расселение, повлечение в хозяйственную жизнь республики. В книге рассказывается об условиях труда и быта, проблемах, возникших в республике вследствие вселения в кратчайшие сроки значительной массы людей, отличающихся культурно-бытовыми традициями, конфессиональной принадлежностью, языком. Сергей Николаевич Глинка, русский историк, писатель, общественный деятель, оставил богатый историко-литературное наследие. В 30-е годы XIX века автор издал три книги. Первая представляет собой сборник поэм, посвященных армянским эпическим героям. Во вторую отразилось переселение персидских армян. И, наконец, третья, наиболее значительная из них — обозрение истории армянского народа. Хотя за это время армяновидение прошло большой и плодотворный путь, данное издание, тем не менее, окажется чрезвычайно полезным современному читателю в процессе познания Армении, психологии армянского народа с точки зрения русского историка. Книга «Армяне. Народ-созидатель» Дэвида Лынга — это увлекательный экскурс в историю многострадального народа, который неоднократно стоял на грани исчезновения, но сохранил верность своей культуре, религии и смог донести до наших дней традиции, веру и национальное своеобразие. Известный английский Кавказовед на основе археологических отчетов и материалов исторических исследований воспроизводит религиозные представления, быт и традиции древних племен, населявших территорию Древней Армении. Автор научно обосновывает, что наряду с Египтом и Месопотамией Армению также по праву можно считать колыбелью цивилизации. Терпение и трудолюбие этого народа, преданность родной земле, сплоченность и жизнелюбие помогли выживать в невыносимых условиях. История армян предстает в этой книге во всем своем величии. В своей книге «Армяне. Путешествие в их страну и историю» греческий писатель Митсус Александрополос, как художник-публицист, знакомый читателей с Арменией и ее своеобразной природой, как историк-исследователь с вехами ее истории, с летописцами, поэтами, художниками. Автор отмечает, армянский патриот боготворит свою национальную культуру, неотъемлемую часть духовной жизни на протяжении веков, и особенный язык и письменность, подчас оставшиеся у него единственной духовной связью с Родиной. Книга Сурена Айвазяна «История России. Армянский след» представляет собой изложение оригинальной гипотезы, объясняющей многие загадочные события древней и современной истории. Изобилие малоизвестных археологических, этнографических, научных и исторических материалов делает книгу необыкновенно увлекательной. Смелость авторской позиции вызовет восхищение одних и неудовольствие других читателей, но без сомнения никого не оставит равнодушным. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей Отечества. Армянский язык – это древний уникальный язык, который послужил созданию множества святых рукописей, поэзии и песен. В письменности исполнилось 16 веков. Датой отсчета является изобретение армянского алфавита, что сделало язык письменным, а значит литературным. Для всех, кто только начинает учить армянский язык, а также для тех, кто хочет углубить знание языка, предлагаем следующее учебное издание, автором которых является Гаяне Арутюнян. В учебном пособии «Армянский язык. Курс для самостоятельного изучения» использована активная лексика современного армянского языка. Каждый урок снабжен упражнениями и вспомогательным словарем, что значительно облегчает процесс запоминания. Книга содержит краткую характеристику армянского языка, фонетические и грамматические курсы. Большое внимание уделяется системе упражнений для развития навыков устной речи. Русско-армянский разговорник предназначен не только для тех, кто владеет базовыми знаниями по армянскому языку, но и кто только начинает его изучать. Пособие содержит множество наиболее употребляемых и необходимых в процессе коммуникации фраз и выражений, которые приведены и на армянском языке, и с их русской фонетической транскрипцией. Уважаемые читатели! Все представленные книги по данной теме имеются в фонде областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Товстова. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!